Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель и в этом видео будем с вами разговаривать касательно такой штуки, которой всегда будет мало Водород, где его брать, что с ним делать, как вообще увеличить его добычу и на самом деле очень капризная штука И у меня в этот момент, когда у меня почти достроена Сверодайсна, есть с ним некие проблемы И чтобы их решить, нужно делать следующее, что я сейчас вам озвучу в данном видео Ну что ж, с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент Поехали! Я кстати не понимаю, почему водород нельзя делать из воды Типа же тот же самый электролиз и вперед, ну да ладно, как есть в игре, так и есть В общем, водород используется повсеместно Он очень необходим, он даже не очень, он просто необходим в постройке сферы Дайсона Потому что нам нужно дейтериевое топливо для создания ракет И тут уже как бы проблема, потому что дейтери делаются из водорода Ну и остальные различные мелкие, в скавычках, рецепты тоже его требуют И это, друзья мои, прям, ну, боль Первое, с чем вы столкнетесь, это переработка нефти Перерабатывается она, естественно, в oil refinery По поводу нефтянки есть видео, но все же сейчас я проговорю эти моменты В чем прикол? Этот рецепт у нас позволяет из fruit oil делать refinery oil Но попутно при этом мы получаем водород в размере одной единицы Это, конечно, все прекрасно, но этого будет мало Потому что рано или поздно данный refined oil просто у вас встанет полностью И не будет перерабатываться А если он не будет перерабатываться, то, собственно, производство встанет и водорода у вас не будет Двигаемся дальше Если что, я говорил про вот этот вот рецепт Plasma refinery Но есть еще один способ Мы можем использовать refined oil соранжевый и водород для кое-чего другого Следующий рецепт 10 единиц водорода Ой, отставить, не 10 единиц водорода 2 единицы водорода 1 единица refined oil И на выходе, внимание, друзья, мы получаем 1 единицу графита И 3 единицы водорода То есть мы идем в плюс И это, друзья мои, возможно, будет ваш основной способ получения данного газа Потому что, ну, довольно профитно Из двух делаем трех То есть получается из двух сотен будет три сотни Я думаю, понятно Здесь, конечно, это грубо показано Сейчас покажу Одными местечками Тут рядышком есть Вот как это выглядит с логистической системой То есть сюда мы завозим это дело Закидываем просто чуть водорода И потихонечку, потихонечку Дело у нас идет Видите, как прет у нас водород То есть То же самое, что было и в том месте Но стоит отдельно И работает Но, как видите Уже Все полностью забилось То есть нужно прям очень большое производство Готовьтесь к этому Место занимает Уйма Следующий вариант Не то чтобы прям суперсложный Но все же Некоторые приготовления вам понадобятся Это производство Графена Да Его можно производить Из огненного льда По этой теме я сниму видос Но если вкратце Это добывается Либо на газовых гигантах Либо на планетах В месторождениях В чем прикол Мы получается Сюда просто-напросто Завозим Огненный лед Получаем на выходе Графен Который потом будем использовать В дальнейшем В дальнейших рецептах И попутно мы вырабатываем водород Который также используем Ну а графен Из него делается потом Скажем Вот карбоновая на трубкой И так далее Штука довольно Нужная В дальнейшем Когда вы будете уже приходить К созданию сферы Дайсона Изучение Технологического древа И так далее Вариант хороший Но Лучше все же Компоновать Все что я вам буду говорить А не что-то одно конкретное И да Касательно добычи С газовых гигантов Эта штука бесконечная Вы будете выкачивать Но каждый газовый гигант Имеет различные Так сказать Различный состав Скажем так Потому что с этого У меня добывается Как раз таки И огненный лед И водород Есть где допустим Дейтериум водород И так далее Естественно чем выше Значение тем больше Будете добывать Это еще очень-очень мало Это стартовая система Как-никак Но Ребята На всякий случай Скажу вам Забудьте О такой технологии Как Гидроген фуэл рот Ну честное слово 10 водорода 1 единица титана Нет Может быть да Чтобы долететь До различных там Ближайших систем Но это максимум Не надо прям на это Ставить Ваше производство И не нужно на этом топливе Делать энергетику Сразу говорю Для меха еще ладно Но энергетику Нет Следующий Довольно Так сказать Упоротый вариант Что нам требуется Нам требуется Добраться Очень-очень высоко И очень-очень далеко В плане исследования Технологии Потому что Мы сможем Собирать Патоны Что это означает Нам нужен ресивер Рей ресивер Который у нас Находится Вот Здесь И у него есть Два режима работы Когда он собирает Солнечную энергию Либо когда он собирает Так сказать Critical photon Но для этого Нам нужно иметь Как-нибудь Как у себя Сферу Дайсона Чем естественно Будет больше Тем будет лучше И что у нас получается Мы помимо всего прочего Добывая эту штуку В n-ном количестве Перерабатываем ее В миниатюрный Practical Soldier Или как Не знаю Как правильно Произносится В общем В чем смысл Из этого дела У нас получается Единица водорода И единица Антиматерия И вот на этом Друзья Уже можно так Неслабо подняться То есть В эндгейме Это наверное Самый лучший вариант Потому что Вы не тратите Никаких ресурсов Вообще За исключением Если не будете Ставить сюда Gravition Lens То есть Гравитонную линзу Или как это Гравитонную линзу Прошу прощения Но у нее Расход 0,1 единица В минуту То есть 10 минут 1 единица Так что В принципе В принципе Выделить под это дело Планетку И вы Уже будете Собирать водород В очень больших Количествах Плюс Антиматерию Но более подробно Я эти вопросы Буду рассматривать В отдельных гайдах Потому что Тут на самом деле Очень и очень долго Как минимум Выстраивание Данного Производства И при всем При этом Как вы можете Заметить За 10 минут Я произвожу Ну шо 6100 Грубо говоря Водорода А использую 6200 И это У меня еще Была довольно Большая просадка Потому что Я запускал Ракеты В сферу Дайсона И там Тратилось Очень много Дайтериум Топлива На это дело Но это Типа поправится Со временем Но поверьте Пройдет Очень много Времени Чтобы вы Смогли Все это Сделать Если По порядку То сначала Нефтянка Потом Переработка Переработанной Нефти Вместе Потом Уже У нас идет Как раз таки Лед И уже После этого Вам придется Долго терпеть Долго Дело собирать Потому что Вам еще Нужно будет Производить Дайтериум И много Чего еще Чтобы дойти Дальше По Древу Исследований До вот этой Штуки С фотонами А это Друзья Реально Долго Будет Так что Готовьтесь И запасайте Водород Заранее Не тратьте Его Просто Так На Различные Всякие Штуки Которые Вам Облегчат Жизнь В один Момент Но Потом Подпортят Ну вот К примеру Есть Вот Красный Куб Он Потребляет Два Графена Ой Два Графита Два Водорода На самом деле Не так уж И много Но К Достижению Примерно Скажем Вот Этого Момента Вот Допустим Здесь Здесь Уже Здесь И так далее И вот Здесь Конечно же У меня Просто Напросто Не хватало Водорода Вообще И пришлось Все перестраивать И это было Друзья Долго Не повторяйте Моих ошибок А у меня на этом Все Всем спасибо Что смотрели Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Жмахайте Колокольчик В описании Под видео Будет ссылочка На плыли Со всеми Видео Касательно Дайсон Сверпрограм И со временем Их будет Выходить Больше Я планирую Их выпускать Каждый День Плюс В описании Под видео Будут ссылочки На социальные сети Такие как Инстаграм Группа ВК Дискорд Сервер И телеграм Канал Где публикуется Информация О выходящих Видео Непосредственно В день Их релиза Друзья Также В телеграме И дискорде Имеются чаты Чтобы вы могли Общаться друг с другом На различные темы Касательно Различных игр Собираться Компашка Чтобы играть Хоть в кску Хоть в дотку Я вас не осуждаю Сам играю В различные игры Как по жанру Так и по сеттингу И еще Пожалуйста Пишите Какие игры Вы хотите Видеть на канале Какие обзоры Какие гайды Какие стримы Спасибо А на этом Давайте прощаться С вами был Кисель Всем до встречи И Пока-пока Субтитры